Итак, всем привет, с вами Добга, мы продолжаем играть за наших прекрасных казаков, и мы наконец смогли почти полностью победить Россию. 120 тысяч на 3,3 миллиона. Да, наши казаки неплохо навоевали. Остается лишь допить, собственно говоря, Россию и провозгласить нашу новую страну, Российская Казачья Республика. Ну а если вы еще вдруг не подписаны, подписывайтесь, мы же продолжаем. Сейчас начнется самое такое, я бы сказал, медленное и мерзкое занятие. Мы будем заниматься покружением последних войск, что в принципе будет нормально, несложно и достаточно приятно, как говорится. Но вот потом, потом пойдет кап, и надо будет просто захватить все. В принципе, учитывая то, что мы здесь повайпаем почти все, как я думаю, то даже, наверное, это не будет не так сложно. Просто придется автопланить, а с нашими войсками автопланить за их количеством очень опасно. Мы, скорее всего, поднесем потери, а людей у нас, как вы видите, особо-то и нету. Так что я думаю, буду до максимума контролить ручками, там потом посмотрим. Вот то самое большое окружение, которое я и обещал. Оно, можно сказать, уже почти готово. Здесь только дожмем все. Здесь тоже надо будет сейчас окружать последние дивизии. Ну и на этом моменте, да, Россия уже проиграла войну, в принципе, давно. Но мы оставим их сейчас вообще без войск, я думаю. На юге мы тоже подзакрыли уже войска. На севере там минимальные какие-то дивизии я еще встречаю, тоже их будем подзакрывать. Но когда я уже добью вот это все, что я вижу здесь, то я просто сделаю, наверное, автопланы и пойду добивать, что есть. А что-то еще как бы на самом деле есть. Так что надо быть все еще чуть-чуть аккуратным. Я думаю, да, уже сделаем мы вот так. И как бы вот так. Давайте дальше продолжайте пушить сами. Уже я устал в ручной контроле все эти дивизии на таком фронте. Особенно, когда дивизии-то нету, и надо просто везде нападать. Будем только вручную добивать. Вот такие вот некоторые остатки войск еще. Вот такие вот остатки войск. Это все, да. Авиацию тоже в том числе передаем просто нашему генералу. Там ребята пускай справляются сами. И туда же идут наши ЖД-орудия, которых, по-моему, три. Но я как будто, да, четвертое захватил вот здесь вот. Я не очень понял от кого, но, видимо, в России было еще одно. Но я не против. Пускай генерал командует теперь четырьмя ЖД-орудиями. Прелесть. И вот оно. Девяносто, а сколько тут? Девять процентов. Остается лишь чуть-чуть забрать. Но я вот здесь вот уже пункты забираю важные. Здесь, наверное, Мурманск туда-сюда. И как бы должен быть, я подозреваю, кап. Тут еще тоже, да. Ну что, товарищи, мы это сделали. Несмотря на все тяжести нашего положения. Война со Россией. И потом резкий удар от Украины. Ну, не совсем в спину. Как бы в подбочину ребро, да. Мы все равно смогли победить и тех, и тех. И я бы сказал очень уверенно. Даже ничего почти не потеряли. У нас не то, чтобы что-то было, но тем не менее. Теперь остается лишь забрать все и не отдать ничего Исламской Федерации. В идеале. Ну и да, я вижу, что уже третий ход, а мы забираем себе все. Значит, мы сейчас можем себе спокойно забрать русский флот. Это немного, но это честные корабли, как говорится. И вот оно. Российская Казачья Республика. Поехали. Можем мы на такой ноте и реорганизовать даже нашу армию. Я бы, наверное, в последнюю армию таких самых необычных отправлял. Это вот так. Да, обучаем. Причем еще все. Отсюда заберем, наверное, жидорудие. Передаем вот так. И новых генералов начнем качать. Наверное, нашим следующим ходом будет как раз таки с Исламской Федерацией разобраться. Я сразу вижу, что у нас немножко не хватает пунктов снабжения здесь. И их не особо-то будет дальше. Поэтому давайте мы, наверное... Хотя бы на западе. Вот тут вот и совсем все плохо. Вот. Ну, сейчас посмотрим, конечно. Может быть, не все так плохо. Ладно, как будто... Ладно, нет. Все плохо. Ладно. Три месяца. Ну, нормально. Демилизация экономики. Снижение призыва нам хотят сделать. Ну, как будто да. Но как будто... Да, что нам еще делать? Придется. И вот оно, Российская Казачья Республика. Куча территорий национальных. Но мы сразу получили все дебафы. Блин. Не то, чтобы и бафы были. Но давайте разберемся сразу же. Нам очень много чего разбили. Начнем мы с чего? Наверное, с экономики все же. Потому что, ну, надо эти дебафы исправлять, чтобы у нас производство не останавливалось. Но зато у нас все национализировалось. И теперь да. Наша промышленность 200 фабрик, 160 военных заводов. Это, конечно, приятно. Правда, в данный момент у нас на ТНП уходит все из-за этого дебафа. Из-за демобилизации экономики и нуля стабильности. Но я думаю, мы как-то с этим справимся. Кстати говоря, нам стабильность плюс 0,4 текущей низкой стабильности идет. Так что как будто даже мы чуть-чуть с этого получим. И можем переместить столицу. Давайте в Москву. Наверное, там будет побезопасней. 100 политики и 10 стабильности. Подождите, а можем? Ну ладно. Почему бы и нет? Кстати говоря, можно как бы клепать уже. 65 дней. Давайте сразу склепаем, чтобы сильно долго не ждать. Нам нужно побыстрее это все восстанавливать. И еще один нюанс, который мне супер не нравится. Это то, что у нас все еще 3 ячейки исследований. И, ну, я нигде не вижу еще одну. Как бы, почему? У нас реально 3 ячейки исследований на всю игру. Но это просто невозможно. У нас никакие там фокусы не открылись, ничего. Мне кажется, как-то, ну, совсем здесь не продумано. Ну и сразу готовим новую казахскую армию, потому что у нас теперь есть на это люди. Не хватает, наверное, только немножко пинтовок. Ну да. Ну это такие умеренные числа. И я не буду ставить больше светозаводов, потому что, ну, иначе мы будем в один момент перепроизводить. И, конечно, хотелось бы с вами это делать. Но пока что на это промышленности нет. Я хочу все-таки узлы достроить. Звучит, как будто я потратил деньги, так сказать, инвестировал в говно. Ну, да, так и есть, так и есть. Я не буду туда встраивать. Я лучше себе куплю на полную катушку ресурсов, которых будет не хватать, кстати. Давайте тогда сделаем немножко поумнее. Сделаем как-то вот... Давайте, у кого мы хотим покупать. Кто-то проигрывает, давайте им и дадим. Тут никто не проигрывает, все стоят просто, друг друга фоткают. Давайте как-то вот так, наверное, тогда сделаем. Да, и тогда, видите, наше производство внезапно проснулось. Ой, судьба про союзов запрещены. Которые для накусства стали. Пусть работают, они бесполезны. Что? Почему это дает просто дебафы, а это дает бафы? Я возьму баф, конечно. Звучит, как будто это какая-то ловушка. Но я думаю, эта ловушка на дурачка это не брать. Вот наше авиапроизводство максимальное. Причем, да, хотелось бы, конечно, несомненно, делать танки. Делать механ, что-то. Исследований нету, точка. Может, даже хотелось бы вообще построить какую-то свою собственную резину. Но тоже, я понимаю, что если я еще буду и вот здесь что-то исследовать, ну, я в жизни ничего из танков и ресурсов не доисследую. ЛКБ готово. Давайте сразу огуляем войну. Можем уже так сильно не экономить. Нас, кстати говоря, пытаются они пушить. У нас есть авиация. Давайте пораздаем еще дополнительную авиацию нашим прекрасным генералам. Примерно вот так вот, по-честному. Ну и, конечно, идем в атаку. И так, дебаф за дебафом. Потихоньку сейчас мы все исправим. 5NP у нас почему-то все еще остается. Странно. Вот здесь вот берут. Окей. Ладно, давайте так. Вдруг здесь будут ячейки исследований, тогда, конечно, я вообще угадал. Но я в этом немножко сомневаюсь. Ну, посмотрим. Ой, у нас есть приятный баф на население, фабрики и плюс ресурсы. В целом из-за ресурсов я бы взял. Нам их реально хватает, я даже докачиваю их здесь. И, нет, это классические решения на промышленность. И ячейки исследований просто нет. Я, как говорится, реально умираю от этого. Что нам делать? Нам придется качать, что есть полезного. Вот это почти все мы игнорим, потому что, ну, это лакшери слишком для нас. И давайте займемся ликвидацией последствий катастрофы. Интересно, что за год в ней участвовал. И потихоньку будем выкачивать теперь себе стабильность. Поддержка, ну, в общем-то, здесь много полезных вещей. На самом деле мы получим... Самое главное, вот здесь вот мы получим еще 10 атаки кавалерии. Ну и там по мелочам, на самом деле, хотя тут тоже, видите, бафы вроде полезные. Ну и тут ТНП, наконец-таки, наши освободим. Но еще не скоро, еще всю военку надо будет выкачать. Здесь мы тоже получим атаку и защиту кавалерии. Мне будет интересно посмотреть на наши финальные цифры. И, наконец-таки, пробелись здесь. Потеряли некоторые силы, но как бы умеренные. Хотя единственное, от чего я расстроен точно, это мы потеряли часть ветеранства. Но зато эти ребята точно, так сказать, с ними покончены. Можем эти войска двигать куда-то в Европу, наверное. Но я думаю, не стоит, так сказать, предыдувать захватить нефть на Кавказе. Сюда мы тоже... Вот сюда мы не пойдем, а вот сюда, наверное, пойдем. Российская монархия. Да здравствует царь, земский собор у нас появляется. Э? Ну ладно. Российская империя восстановлена, прелесть. Колчак, кстати говоря, в теории может напасть, но пока не спешит. И вот эти ребят, этих, реинтегрируем. Смотрите-ка, земский собор, да, стал прям правящим-правящим. И куда мы идем? Мы можем пойти вот сюда. Это как будто небольшие бафы такие приятные, но, конечно же, атака кавалерия 10, намного интереснее. Как бы казаки все еще будут реальными правителями. А Исупов... Не? Исупов это... Это не он, да. Ну что, это новая линия, посвященная казачьему ордену. Давайте так и сделаем. Феликс первый, теперь у нас царь России. И как же нас душат по политке, это просто жесть. Побыстрее бы политка вернулась. Ну и что, товарищи? Новая эра, так сказать, казаков. Казаки-разбойники. Это казаки с танками. Единственный нюанс, нам нужно 60 тысяч танков для нашей, так сказать, идеи. Цифра, мягко говоря, немножко большая. Но это не значит, что она невыполнимая, в принципе, да. Так что... Так что, да. Все, конечно, сложное. То, что мы делаем еще две армии, да. Иначе было бы цифры, конечно, попроще. Но ничего. Кстати говоря, я их еще тоже делаю дорогими. Но единственное, они слишком быстрыми. У казаков базовая скорость 6,6. Соответственно, у танковых должна быть точно такая же. Слишком быстрыми их делать смысла нету. Ну и я, конечно же, все еще делаю их средними. Хотя можно было ради дешевизны сделать легкими. Но мы хотим все-таки броню. Иначе зачем вообще танкам добавляем, кроме КД-щитка? Еще один один нюанс, что мне не нравится. За Россию можно интегрировать Украину. Но за нашу Россию нельзя. Это расстраивает. Хотя подождите. Смотрите, тут что имеется. Я, кстати говоря, не знаю, что это. Видимо, что-то сломанное. Но тут есть territorial integration. Новый закон. А значит, что... Интеграция все-таки, видимо, будет. А там... Можно сказать, пропала Франция полностью. Ну, нас это не сильно волнует. И вот оно, видимо и неделимое. 10 ТНП, максим эффективность. Вообще полезно, окей. И исправим полностью дебаф. Так что, окей. ТНП у нас будет солидным. Получается 10% под конец. Потому что мы убираем сейчас 10. И убираем дебаф на 5. И еще может в теории быть стабильность плюс 5. То есть... Найс. Но у нас вот здесь вот есть еще минус 15% стоимости танков. И я, наверное, туда сейчас... Ну, как бы так или иначе, туда пойду. И вот это, наверное, нам позволит. Нашу безумную идею реализовать. Потому что, ну, производство-то растет. И мы уже делаем 21 танк в день. А этот только, как бы, меньше половины. Так что будет, ну, танков 50. А потом еще и стоимость. Ну, там где-то 60-70 танков в день мы будем делать. Звучит приятно. И вот нас темпы тоже ожили. Теперь у нас еще и новые заводы будут достраиваться. Что тоже будет только способствовать росту. И с падением Лондона падает весь вообще альянс интернационала. Что достаточно ожидаемо. Ну, а я деплою еще одну пятую армию. И, наверное, как раз таки в пять армий мы и будем финально воевать. У нас, кстати говоря, вот они наши генералы. Которые были раньше против нас. Теперь они за нас. Такая произошла легенькая переобулочка. А в целом мы их можем, в принципе, и простить. И перед вами возвращаться на свои острова. Смотрите-ка. Причем нормально возвращается. А вот с Францией так не получилось. Может, у них там еще возникнет, значит, на фоне этого конфликта. Посмотрим. Канада разрывает связи с монархией. И действительно интересно. Тут теперь комитет какой-то. И есть еще новая Англия, которая продолжает воевать против Америки. И здесь как будто эта война не закончится. Ну и смотрите, всего через три года. Ладно, шутка, конечно, это будет быстрее. Видите, здесь почти три дня уменьшается за день. Так что, на самом деле, намного быстрее. Мы закроем где-то за, думаю, полтора годика-годик. От нашего потребности в средних танках. Единственное, я хочу еще доисследовать какие-то модули получше. Как вы можете видеть, я бы то исследую. Есть, чтобы получить среднюю пушку 2. Я сейчас радио исследую тоже, чтобы краски радио в танке поставить получше. И я доисследую того, чтобы быстрее все остальное доисследовать. В принципе, как бы, а иначе особо, наверное, никак. Так, и, конечно же, мы еще сделаем чуть более новые танки. И тут у нас пропадет часть эффективности. Большая, потому что мы на концентрированной промышленности. Но я думаю, на дистанции все еще наша концепромышленность будет посильнее. Ну и 10 тысяч уже готовы из 60-50 тысяч еще на подходе. О, какие-то новые месседжи. Украину мы интегрировали, судя по всему, к нам. А, допустим, нам уже открываем себе фокусы уже политические, финальные. Так что давайте открывать себе решение. Кстати говоря, у нас тут есть саморезская конфедерация, но она доступна лишь во время войны Германии с Францией. А она уже закончилась, к сожалению, полностью заблокировав нам все фокусы. А, ну, мы можем трансабурно напасть. И, кстати, наверное, я буду это делать. Вопрос только уже или нет. И, насколько, как говорится, у нас армия к этому готова. А вопрос актуальный. Я бы, знаете, как сделал. Вот так. А вот эту армию мы сюда. Вот так. И вот так. Таким образом, эти ребята первыми получат свое снабжение. И первыми, конечно же, заполнят боеспособность. Стряжение, точнее. И, наверное, всех, наверное, чуть-чуть многовато будет. Давайте вот так. Плюс у нас еще здесь на Кавказе тоже в теории есть с кем повоевать. Так что сюда еще можем тоже отправить часть. Как-то вот так, наверное, пускай они туда идут. Только вот это не так было. Ну ладно, сейчас распределим уже на месте. Еще нам стало безумно не хватать поездов, но мы потихоньку над этим работаем. Дословно, на территории здесь вопросики. Давайте начнем мы с Азербайджана. А потом и Грузию тоже спросим, не хотят ли они вернуться в наш состав. Итак, они допустили ошибку в тесте. Придется... Придется идти к оружию. А, ну окей, все, через 8 дней будет. Я понял. Ну-ка, и как наши танки себя показывают? Странно, не так плохо. Местность дает минус 60. Но было бы еще хуже, если бы не казаки. Казаки дают, как вы можете видеть, в города, в горы, во все угодно атаку. Поэтому даже в горы наш танк себя показывает нормально. Ну, жить можно, по крайней мере. И это мы еще, наверное, не сделали огнеметный танк, который мы тоже, я думаю, сделаем. Ну и без особых проблем дальше мы проходим. Да, эти войска, конечно, безумно сильные на самом деле. И это еще далеко не финальные цифры. У нас нету ни здесь грейдов, ни здесь грейдов, ни танки. Даже у нас еще не самые-самые лучшие. Еще можно модернизировать их дальше. И вот Азербайджан капнул. Надо еще понимать, что кроме цитата у них еще очень большие у нас, в принципе, бафы на разнообразные кавалерийские соединения, так сказать. Из-за этого у нас еще и сверху прибавляется очень много. Это, конечно же, сильно. Ну и сейчас вот сюда раскидаем дивизию. И этих ребят тоже спросим. Так сказать, буду задавать они тест. Надеемся, что эти ребята знают ответы на вопросы. Это, конечно же, реинтегрируем. Эти ребята тоже не знают ответы на вопросы. После чего они решили не подсматривать ответы. Хотя, в принципе, там были неправильно. Так что, может, оно и к лучшему. Хотя, в итоге, выбрали такой же. И вот оно. О чем я и говорил. Государство плюс 40, командир плюс 50. Ну и планирование еще 40 накидывает. Приятно. А это, опять-таки, это сложная территория. Что будет во всяких равнинах? Страшно даже подумать. Или Грузия капнула, но... Но есть нюанс. Есть нюанс того, что мы забыли. То Грузия-то имеет гарантию от Германии. Нюанс действительно нюанс. Как говорится. На фоне того, что мы делаем. Во-первых, конечно же, вот эту армию перебрасываем сюда. А причем желательно вчера, как говорится, им там быть. Отсюда чуть-чуть дивизии заберем здесь. Я думаю, они справятся. И начнем сейчас здесь тоже потихоньку вевать. Хотя я бы вообще не хотел. У меня есть вообще ребята тренируются еще. Они даже не ожидали. Типа, они такие здесь сидят, сидят, ничего не происходит. Тут говорят им. Ну, звонят из штаба. Говорят, вы это, с Балтийским Герцогсом воюете теперь. Они в ахуе, они даже не могли подумать. Кстати говоря, вот сюда нам не нужны дивизии. Что нам немножко упрощает ситуацию. Но она все еще не супер простая. Вот здесь в теории наша дивизия очень уязвимая. Хотя и все еще очень сильная. Думаю, на этом мы подзакончим. Будем в следующей серии как-то достраивать наши танки. И потихоньку переходить дальше в атаку. Раз мы уже начали такую войну. А Трансамур, к сожалению, пока что начали на расслабоне. Ну, впрочем, и ладно. Так что обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, третий секрет в гости. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.